На сегодня около 4 тысяч якутян участвуют в специальной военной операции. Это контрактники, это мобилизованные и добровольцы. Кто-то может быть из мобилизованных, еще находится на стадии подготовки, но они непосредственно поедут в зону специальной военной операции. Я сам, как командир отряда Батур и как замкомандир одного из отрядов БАРС, три месяца провел на передней линии, на передке, как говорят, в зоне специальной военной операции. И наш отряд все эти три месяца стояли стойко на защите нашего Отечества. На передовой, я думаю, этот человек, как он говорит по его словам, был, говорит, но если он там был бы, у него сложилась бы немножко иная картина. А насчет его высказываний я могу предположить, что человек просто далекий. Он решил на войне, на волне этого хайпа привлечь внимание к своей персоне. Его слова, что здесь процветает национализм, это полная чушь. Я считаю его провокатором и разжигателем межнациональной розни. Вот это он, я считаю его иноагентом. Те люди, которые распространяют такие ложные высказывания, они должны нести ответственность перед обществом и перед законом. У меня сложилось такое мнение, что человек далекий от реальности. Он какие-то образы свои может быть для себя видеть, совершенно иную картину. И ему, скорее всего, надо показаться к врачу и вылечиться. В честь моих земляков, большинство бойцов наших проявили мужество, героизм, стойкость, патриотизм. Несмотря на трудности какие-то, все стояли твердо. Все убеждения свои даже еще приумножили, можно сказать. Патриотизм у нас даже еще больше стал. Потому что мы своими глазами увидели, что творят эти нацисты, наемники по отношению к гражданским, по отношению к пленным солдатам. Это просто словами не передать. Поэтому мы направлены на пути. Правда за нами и победа будет за нами.